Восвятая служба информации телерадиокомпании Гомель В студии працу Александр Гамоля, глядите в этом выпуске Выники социально-экономичного развития региона в первом квартале этого года разглядели на посаджение облвыконкама У Гомеля завершили отяпляльный сезон Белорусский фонд «Миру» сегодня означает 56-ю годовину с дня утворения А зараз об этом и иншим больше подробязно Экономичная ситуация на Гомельщине поляпшается Миновито таки вывод можно зарабить по выниках сегодняшнего посаджения областного выконавчика комитета С шасти основных покажиков по выниках первого квартала не выконаны только один С реальным становящим у экономицы ознайомился Олег Сентюров После достатково напряженного минулого года Сё эта ситуация у реальном секторе экономики Гомельской области почала полепшаться Колькость стратных предприемцев скоротилась на третьих Это лепший покажик у Беларуси Если прибыток досягнул омаль 270 миллионов рублей За первый квартал текущего года из шести ключевых показателей эффективности установленных в Гомельской области Не обеспечен один показатель – это валовый региональный продукт Тут следует отметить определенные проблемы, известные с середины прошлого года С проблемами поставки сырья на нефтеперерабатывающий завод При этом следует отметить, что с начала года по данному показателю обеспечивается положительная динамика У первых месяцев этого года загрузка могутности у Мазельского нафтоперепросовщего завода складала всего 64% У мая ситуация должна нормализоваться А лекаб ликвидовать оставание первого квартала с потребителями еще нескольких месяцев Больше оптимистично выглядит и экономичная становочка белорусского металлургического завода На сосветных рынках снова отзначается рост цен на продукцию предприемства А тому первый квартал этого года управлено независимым летним периодом плюс 10% А прича того – великие надеи на сварение новых предприемств, которые будут вырабатывать только за потребованную продукцию 19 мая в Гомеле пройдет экономичный форум Как ожидается, инвесторам пропонуют больше 150 проектов, которые в 2015 году народные господарки Начиная с червеня такие форумы пройдут и во всех районах в области Головная задача – створение новых вытворчостей по выпуску импорта замещальной и экспорта ориентовальной продукции Чарот основных задач на этот год так само – утягнение у господарчей оборот майомости, якая не выкрыстовывается в уголе, цей выкрыстовывается неэффективно А проча того, некоторым районам доручено активизовать работу по экспорте товаров и послуг, у некоторых есть проблемы с розничным товарооборотом Задача огульная для усих – поляпчение ситуации у аграрном секторе, где в сравнении с иншими галинами означается достатково великая колькость страдных предприемств Инша справа, что початок года для сельско-господарских организаций за всюду был неопростым Значные сродки необходны для проведения посевной До речи, сё литая она прошла без сбоев До 10 мая господарки повинны завершить сябу кукурузы После этого застанется только догляд за посевами Перспектива выхода на безубычную работу через предприятие Но будет всё сделано, чтобы они работали с прибылью Проходят инвесторы на самое слабое хозяйство И область внимания уделяет очень много этим предприятиям Я думаю, что по итогам 9 месяцев мы ситуацию поправим Посевная прошла на хорошем радиационном уровне Проблем больших не было Я думаю, что мы отсеялись Некоторые районы, которые покрепшие, налегки в этом году Со стороны государства было в области предложено удобрение Бюджетное топливо обеспечённое было высокое Больших проблем не было Олег Сентеров, Игорь Марыченко, телерадокомпания «Гомель» У Гомеля завершили отяпляльный сезон Сгодно с распоражением городских уладов У сегодняшнего дня отяпление отключают в жилёвом фонде Адукационных, медицинских, культурных и социальных установок Нагадаемому красавику припыняли подачу тепла в жилёвом фонде Але в совете с похолоданием отяпление снова уключили Во установах социальной сферы, больницах, школах и детячих садках Яно не перерывалося По прогнозам метеорологов, сегодня у Гомеля по ветру прогреется до 20 градусов тепла Такая температура заховается и в ближайшие дни Гомельское областное объединение профсоюзов До 31-й годовины аварии на Чарнобыльской АЭС Наведала Хойницкий район Представники громадской организации Вручили подарунки розным установам И ознайомились социально-экономичным Развитём одного з наибольшь потерпелых От аварий на ЧАЭС районов Дмитрий Котов с подробязностями На гостиной Хойницкой земли Представников областного объединения профсоюзов По доброй традиции сустракают хлебом солью После непротяглой или душевной гуторки Гости отправляются у райвы конкам Тут члены громадской организации Выконывают свою доброчинную миссию Урушают подарунки и нагрудные знаки 110 год профсоюзному руху Беларуси Жахарам Хойницкого района Этые люди не под шутках ведают Про шарнобыльскую трагедию Именно витаяны унесли значный уклад У одрожжения и развитие потерпелых территорий Проживающие здесь люди Это самая главная ценность Которая, в принципе, и даёт толчок Всей жизни на этой территории Вы знаете, я вот Как-то даже спросил про цифры В райисполкоме Мне сказали, что более 600 человек Стоит на очереди нуждающихся В улучшении жилищных условий Эта цифра вот как можно ярко показывает В принципе, то, что люди здесь остаются жить То, что они строят свои планы на будущее То, что они хотят проживать И расти свои дети именно здесь И эта территория без людей Она бы просто-напросто погибла Хойницкий район, увы, не куаварии на ЧАЭС Стратил больше, как 50 вёсок Амаль 90 тысяч гектаров земли Выведено с сева-озвороту Насельничество района скоротилось У два с половой разы У дельники жалобного митинга Коля помника смотку Узгадывают чёрные сторонки истории 31 год тому, после авары Мало кто верил в поспеховую будущую Хойницкого района Але негативные прогнозы не справдилися Зусим на дворот Район живе и развивается Створаются умовы для працы и отпочинку И демодернизация вытворчасти Заявляются новые объекты Социальной инфраструктуры Необходимо и молодёжи, и всем помнить Что было раньше на этой территории Какая была она огромная И что мы не зря сегодня возрождаем эти территории И чтя память о тех днях, когда это всё случилось И вот эти вот митинги И все они как-то воспитывают Патриотизм и любовь к своему городу Который сегодня будут видеть И все у нас бывают Развиваются, не стоят на месте Сироты, кто оказывал и протягивая Оказывать допомогу району Партнёры с Германии Что год, коли от 30 детей Проходят оздоровление в этой краине У памятный день замежной сябры Не обошли увагой хойники И так само приняли удел У жалобным митингу Мы, когда узнали об этой катастрофе Мы были просто потрясены И 20 лет назад Именно поэтому Мы организовали это партнёрство с хойниками И стали городами-побратимами Полесский радиоцинный экологичный заповедник Науково-доследшая установа Задача, якой продухиление Расповсюживания радионуклидов И проведение радиологичных доследований На забрудженных территориях Миновита сюды накировывается делегация Областного объединения профсоюзов Каб доведаться про назапашенный опыт У минимизации наступства аварии От подобной трагедии Не застрахованы навод самые развитые краины Як приклад катастрофа на Фукусиме-1 у Японии Каб больше эффективно Супростоять махчимой радиоцинной погрозе Необходно тесное супрационистство На международном узровне И тому перспективе створения На базе заповедника специализованного центра Сегодня, наверное, уже подошло время Чтобы эти вопросы решались не только На уровне научных учреждений нашей республики А в этом более активно участвовали представители Научных кругов мировых Мы в этом направлении работаем И всегда говорим, наши двери открыты Для продолжения, для совместных проектов По изучению этой территории Сегодня означается 56-я годовина Створения одного из самых авторитетных Громадских объединений Украины Белорусского фонда Миру Гэтую дату означает и Гомельское отделение Организации, якая пропагандует Идеи сябровства, згоды и добра В 1961 году был заснован Советский фонд Миру Основной метой, якого стала Мобилизация намагания по захованию Миру во всем свете Про 30-х годов после распада Советского Союза У нашей краине был створен Белорусский фонд Миру Падеи сегодняшнего дня показывают Наколький крохкий мир У той час, коли во многих кропках планеты Гинуть люди, наша краина Вядя миролюбивую политику И в этом есть заслуга Игомельских миротворцев Активисты проводят марши по местах боевой славы Владят международные лагеры Сябровства детей Инициируют обменные поездки У програничные регионы Белоруссии и России Традиционными стали такие акции Як «Дорогое слово мати» «Дитя миру» «Мы славим человека працы» «Дякую за перемогу» Эх, это и иншая новина Вы можете знаете на нашем сайте У интернете По адресе www.tvrgomil.by Далее вы эфиры «Спортывный агляд» З новинами спорту Познаеметь Максим Савин «Спортывный агляд» «Спортывный агляд» «Спортывный агляд»